На Красную Горку свадебного бума в регионе не случилось. В Самаре решились на заключение брака только 40 пар. Работники ЗАГСов это связывают с суевериями, которые твердят, жениться в мае, значит, всю жизнь мается. Однако для тех, кто в такие приметы не верит, церемонию провели по старинным обрядам. В Самарском Теренке на Красную Горку всё как в старе. Молодых встречают народными песнями и водят хороводы. Дарья и Игорь Аксимовы. Дату выбрали по старому поверью. Считается, что свадьба, сыгранная на Красную Горку, залог долгой счастливой жизни. Долго готовились. Полгода, наверное. После Пасхи именно Красную Горку надо играть, свадьбы. Это считается Днём Любви. В конце церемонии пару спускает с символической Красной Горки пасхальные яйца. Считается, что у кого укатилась дальше, тот и будет главой семьи. Свадьба в ЗАГСе по старорусским традициям оказалась для многих пар сюрпризом. Честно, мы не ожидали. Всё так интересно было, очень красиво. Классно. Необычно, ярко. Искали сами, обращались к источникам, к интернету, к национальным культурным центрам. Искали, какие игры были, что делали. И вот так постепенно и создавался сценарий этого праздника. То есть он уже традиционный и проводится он не только во дворце, а на территории всей Самарской области. Известное суеверие о майских свадьбах отразилось на статистике. Вопреки привычному свадебному буму, который переживает регион накануне Красной Горки, в этом году решили создать семью 40 пар. Вместе с тем количество браков в регионе с каждым годом растёт. За последние пять лет число зарегистрированных пар в Самарской области увеличилось на 10%. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губернии.